Доля людей без высшего образования будет увеличиваться. Об этом сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец. У нас есть просчитанный баланс, и этот баланс составляет примерно 65 на 35. То есть 65 это люди, для которых не требуется высшее образование. По словам Ольги Голодец, повышение качества среднего специального образования открывает возможности и доступ ко многим профессиям, которые в прежнее время требовали вузовского диплома. В то же время она отметила, что количество бюджетных мест в высших учебных заведениях сокращаться не будет. Высшее образование дает человеку очень серьезные профессиональные преимущества в его карьере и уверенность в завтрашнем дне. Доступность высшего образования в России была и будет гарантирована для каждого человека. Ранее министр образования и науки Дмитрий Ливанов сообщил, что доля школьников, которые предпочитают учиться в техникумах после 9 класса, за три года увеличилась вдвое и сейчас достигла 40 процентов, а во многих регионах, которые активно развивают систему среднего профессионального образования, более 50. Мы сегодня приближаемся таким образом к структуре подготовки по уровню образования, которая характерна для стран с индустриальной и постиндустриальной экономикой, отметил Дмитрий Ливанов. С большегрузных автомобилей предложили взимать плату за проезд по региональным дорогам. Введение оплаты проезда фур массой свыше 12 тонн по федеральным трассам привело к изменению привычных маршрутов 12 тонников. Ради экономии они стараются хотя бы часть пути проделать по пока еще бесплатным для них межмуниципальным и региональным дорогам. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края внесли в Госдуму законопроект, распространяющий плату за проезд с фур на эти виды автодорог. Ее предлагается зачислять в региональный бюджет. Съезд большегрузов с федеральных трасс приводит к интенсивному разрушению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и требует значительного дополнительного финансирования из региональных бюджетов на их восстановление и приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, объяснили непопулярную инициативу депутаты регионального парламента. Почти месяц как действует закон о гаражной амнистии. Он позволяет предоставлять членам гаражно-строительных кооперативов собственность, землю под их участками по упрощенной схеме и совершенно бесплатно. Для этого владельцы гаражей должны обратиться к руководству ГСК, в которых стоят, и убедиться, что земля поставлена на кадастровый учет. Сегодня есть более 70 заявлений, индивидуальных заявлений не от гаражно-строительных кооперативов, а от членов гаражно-строительных кооперативов, но как и прописано в законе, в региональный центр, то есть в департамент имущественных отношений Ульяновской области, с просьбой предоставить земельные участки. Сегодня я понимаю, исходя из того, что сказали специалисты, что, скорее всего, в ближайшее время эти заявления удовлетворены не будут. Почти все. По одной единственной причине. В заявление необходимо предкладывать документы, касающиеся поставленного на кадастровый учет земельного участка при ГСК. Как мне сказали, подавляющее большинство сегодня ГСК пока поставлено, так сказать, пока свой участник на кадастровый учет не поставили. Чтобы воспользоваться законом о гаражной амнистии, все кадастровые работы должны провести сами члены ГСК, от которых многое зависит. Ведь если они занимают активную позицию, то большинство проблемных вопросов реально решить, тесно взаимодействуя с органами местного самоуправления.